Частичная уплата алиментов перестала трактоваться как исполнение алиментных обязательств. О том, когда были внесены поправки в закон, какое наказание грозит должникам и сколько в республике таких уголовных дел узнавала Альбина Ламкова. Изменения в законодательстве о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей с 10 января 2022 года вступили в силу. По новым правилам, должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. Тем самым, неполная уплата долга станет наказуемой так же, как и невыплата алиментов. И это может привести к административной или уголовной ответственности. Ранее к административной и уголовной ответственности привлекались граждане в случае неуплаты без уважительных причин, в нарушении решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей. Таким образом, должники, частично выплатившие средства на содержание детей и невыплата способных родителей, они в меньшем размере, чем установлены исполнительным документом, могли уйти от ответственности, как уже исполняющие свои обязательства. Поводом к освобождению от ответственности может стать лишь полное погашение всей задолженности. Но, к сожалению, в нашей республике не все еще уплатили по своим обязательствам в отношении алиментов. За 12 месяцев предыдущего года к административной ответственности по статье 5.35 было привлечено 287 должников. И по статье 157 ГК РФ было привлечено к уголовной ответственности 149 граждан. Если сравнивать с 2020 годом, то количество лиц, которые были привлечены к уголовной ответственности по 157 ГК РФ, в разы оно возросло. Должникам грозит наказание в виде обязательных работ до 150 часов, либо ареста от 10 до 15 суток. Также предусмотрен штраф 20 тысяч рублей. Эта мера применима в том случае, когда просрочка платежей без уважительной причины составляет от двух месяцев и более. Лейла Гербекова отметила, что принятие новых поправок позволит исключить злоупотребление со стороны недобросовестных должников.